...сташов, Евгений Александрович, из ФДУ, будем рассказывать о действиях конечных групп, для которых не существует эквариантного проспекта на СУМИТСКОМ. Спасибо. Прежде всего, я благодарю организатору, который отвечает на эту комплиенцию с утра и за возможность выставить здесь доклад. Значит, доклад я послужу следующим образом. Сначала я дам необходимое определение, затем сформулирую достаточно общую задачу, скажу слабые истории, и затем приведу к некоторым новым результатам и направлениям дальнейшего развития. Вот это, которое я буду говорить, пока не закончено, а только начинается. Итак, с какими объектами мы будем работать? Мы хотим рассматривать ростки дворовых функций многих комплексно-беременных в начале координат. Значит, все наши функции будут в нуле принимать значение ноль. Мы будем предполагать, что на области определения, области значения функции заданы действия какой-то одной и той же конечной объекты группы G. Значит, известно, что, если на конечной объекту антасанса действует конечная группа, то подходящей системе газет ее действие может быть линеаризмом. Поэтому можно считать, что вот эти действия – это просто линейные представления. Значит, на сток F мы будем называть эквивалентом ответственно заданных представлений группы. Если вот, так сказать, перестановочность действия, то есть можно сначала подействовать элементом группы на точку C, а потом отобразить результат в C с помощью функции F. Можно сделать, наверное, вот, можно сначала точку отобразить с помощью F в C, а потом уже в C подействовать тем же самым элементом группы. То есть, если для каждого элемента группы и для каждой точки C получается один и тот же результат, то функция называется эквивалентной. Значит, аналогичное определение можно дать для автоматизма пространства C, но только здесь что-то слева и справа выходные, если будут происходить в этом функции пространства C. Значит, на ростках LKG мы будем называть эквивалент на К по эквивалентными и после эквивалентными. если один из них приводится с группой их на помощь от эквивалентного наboards 체형а оптика на θbert, которая с�на с C. Вот, значит, Wilgiro очень простых примеров. Самый известный пример, если мы в качестве группы J возьмём группу Z2, они вызываются, по которому будет все координаты FСС1 на C умножать на минус 1, то эквивалентные функции – это те, которые мы обычно называют «ничеотными». Ну и, соответственно, понятно, что свойство нечетности сохраняется только при нечетных же атмосферных пространствах cn. Ну и небольшое обобщение, только пример. Если мы берем циклическую группу из n-элементов и, скажем, образующие ее умножают на все признаки cnc, найдены тут же корень из единицы, то вот здесь эквивалентные раски будут сдаваться в опрессе сначала при разном отрядами, в которых все монумы эквивалентам, в данном случае, имеют степень, теряющиеся со станком 1,0. Теперь, что такое эквивалентно-простые? Когда у нас на пространстве эквивалентных функций действует вот эта группа автоматизмов эквивалентных, тут же, пространство cn, конечно, пространство функций разбивается на орбиты. Причем эти орбиты мы можем увидеть как в бесконечном мерах пространства функций, так и в его конечном мерах пространства. Что из этих пространств? Это пространство, образованное в стройке. Можно вместо целого ряда, задающего простого паблица, сначала рассматривать, только его какую-то конечную, начальную часть. Такие начальные части образуют конечномерные пространства струи, и в них тоже видны вот эти арбитры. Простой ПФ, или его арбитр, мы можем называть эквивалентно простым, если выполняются следующие условия. Во-первых, если мы берем достаточно большие, достаточно длинные струи, то в каждом конечномерном пространстве струи число примыкающих арбит к нашему росту, число близких к нему ростов, конечно. И кроме того, вот это конечное число должно быть не просто конечно в каждом пространстве струи, оно еще должно оставаться ограниченным, когда мы длину струи устреляем в бесконечности. Ну то есть, если очень грубо сказать, то берем наш росток, который создается каким-то рядом, мы начинаем коеффициенты этого ряда немножко шевелить. И вот если мы в результате можем получить только конечное число других неэквивалентных ростов, то такой росток называется эквивалентно простым. Возникает такая достаточно общая задача научиться квалифицировать вот такие эквиваленты простые ростки функций многих переменных в тех случаях, куда на правом образе и образе действует какая-нибудь конечная аэквит-вву. Ну давайте я сначала покажу два простых примера для функций одной переменной. Ну, собственно, вот этими примерами для функций одной переменной, по сути, все дело исчерпывается. Значит, давайте у меня скрич сайгуклозотемп будет действовать вот таким образом. Значит, умножать гораздо от правого образа и его образа на какой-либо из единицы. И если мы возьмем вот такой эквивалентный маном, z степени mk-1, то какие объекты к нему будут примыкать? Ну, это будут только орбиты, которые сдаются эквивалентными аномами меньших степеней. Большая степень. То есть, можно устранить по помощи замены, а вот меньшая степень и нельзя. Значит, число вот этих примыкающих орбит конечно и, как только я сказал, достаточно большим, оно опять больше не зависит. Значит, такой росток эффект будет у нас простым. Вот. А если мы возьмем росток торжественного нулевой, то в каждом конечном явном пространстве стоит к нему примыкает тоже конечное число. То есть, вот, число номеральных кораблей. Ну, их число уже увеличивается с ростом r. Увеличивается оно неограниченно, поэтому здесь вот росток не будет при варианте простым. Здесь у нас нарушается второе условие из определения. Ну, а в каких случаях нарушается первое условие, я покажу несколько дальше. Ну, вот, значит, эти два примера, собственно, показывают, что для функции одной перемены вопрос не особо интересен. Даже если группа будет немножко другой, все равно история будет совершенно такая же. Ну, вот, значит, что известно по поводу общей задачи. Вот, сегодня, кто от начала немножко уже говорил. В 70-х годах Владимир Чармольц сначала квалифицировал простые особенности вне эквивалентной постановки. У него там не было никаких действий группы, не было никаких требований эквивалентности. Вот он получил список особенностей. Адрике установил там связь с некоторыми группами Вейля. Вот, и позже, значит, он же изучал, в особенности, функции на многообразии X-Time. Ну, или, комплексный аналог этой задачи, это изучать функции, учетные по первой координате. Значит, вот, в обоих случаях результат, по сути дела, не очень существенно зависит от числа переменных. То есть, все интересное видно уже для двух переменных. А дальше мы можем просто по недостающим переменам добавлять невыраженную классичную форму, и ничего принципиально нового там не появляется. Вот, ну вот, например, гораздо более свежий результат с 2013 года. Это вот классификация простых нечетных особенностей. Ну, я думаю, что вот это наоборот с 2013 года не первая, где они возникали, конечно. Ну, может быть, там первая работа, где они выписаны в единомыске. Значит, вот там оказывается, что результат существует зависит от числа переменных. Ну, в частности, нетривиальный результат получается только для двух переменных. А если перемен 3 или больше, то там простых нечетных особенностей не возникает. Ну вот, значит, дальше я тоже так включился к этой задаче и решил попробовать что-то сделать для группы Z3. Значит, вот что из этого получилось? Получилось классифицировать варианты простых и особенностей функций двух и трех переменных для всевозможных представлений группы Z3. Это была моя физическая диссертация под руководством Сибиром Шерчук Сейнзаде. Ну, о высвеченных татах я здесь рассказывал два года назад. Вот, значит, для большего числа переменных, в общем, полной классификации пока не получилось, потому что там требуется некая техника, которая пока не получилась в эти интуиальные вычисления. Ну вот, значит, дальше можно поставить такой вопрос. Есть такие случаи, есть такие действия групп, для которых, например, вариантов простых особенностей не возникает совсем. То есть те случаи, когда классифицировать, собственно, нечего. Вот, они там для группы Z3 тоже возникают в таких ситуациях. Вот, может быть, часть этой нашей общей задачи классификации это ответить на такой вопрос. А вот для каких представлений конечных кабелей групп вообще не существует вариантов простых особенностей. Вот, ну, значит, сейчас я расскажу об одном необходимом условии существования вариантов простых особенностей и каких-то первых его приложений. Ну, конечно, это пока только начало работы на этой задачи. Значит, давайте заслужим такую ситуацию. Тут же у нас проходит конечная цикличная группа и действие ее на cnc в каких-то признатых линейных резонтах. Значит, вот здесь вот tau – это примитивная коверезь из единицы, P, Z, P, N и Q в какие-то степени. Давайте будем считать, что эти степени взаимопростые и положительные виды непрерасходят для работы. Значит, тогда что собой представляет фибривариантный просток? Ну, в принципе, МРС задается таким степенным рядом, в который входят только фибривариантные манутки. То есть есть условия фибривариантности. Теперь давайте мы в качестве вот этих вот конечных методов в пространствах фибривариантных конструк, мы рассматриваем пространство не струй, а квазиструй с лесами P1B. Значит, квазиструя порядка 3 с такими лесами – это сумма тех членов ряда, у которых квазистепени с лесами P1B не превосходит данного числа F1B. Давайте я обозначу через GR пространство вот таких вот, R с труй, с лесами, эквивалентных функций. Через DR маленькая размерность такого пространства, и через DR большое, значит, размерность пространства эквивалентных автонорфизмов, CM, которые действуют на вот эти пространства фазиструй. Конечно, с самого пространства автонорфизма все целиком, бесконечно мерно, но если мы рассматриваем его действия только на пространстве струй, то там нас интересует какая-то конечная часть каждого автонорфизма, поэтому здесь опять-таки получается конечная разница. Ну, например, на 1х струях у нас действует винильная автонорфизма. Так вот, значит, в этих обозначениях что можно сформулировать? Вот, если у нас, значит, такого вот момента пространства фазиструй были тривиальными, так оно чаще всего и бывает, а потом в какой-то момент появилось первое нетривиальное пространство фазиструй, а вот его размерность уже больше, чем размерность группы, которая на нём действует, то тогда, естественно, возникают непрерывные семейства орбит, экварианты х-2, и в этом случае экварианты х-2 к особенностям у нас быть не может. Ну, в действительности, можно этот теориум даже немножко усилить. Значит, прочитать вот этих вот весов. Я здесь уже беру прайзинг-прин. Ну, в действительности, для данного действия группу можно пробовать различные наборы весов, и вот там вот, соответственно, вот эти размерности получаются конечные. Вот, значит, это такое достаточно простое условие. Ну, и вот, значит, какое есть его применение. Давайте рассмотрим совсем простой случай, когда, значит, наша циклическая группа действует на cn-скаляну, то есть она всякая разница умножает на один и тот же кролик из единицы. Значит, вот вопрос только в том, какая степень этого выполнения будет у нас в c. Ну, а здесь возникают такие ситуации. Значит, если степень q равна единице, ну, и, значит, здесь у меня везде порядок двух, по крайней мере, три. Значит, если q равна единица, то каковырянт на простых особенностей не существует. Если q равна q, то здесь они существуют. Значит, здесь вот это необходимое условие выполняется. Более того, их можно явно вычислить. Значит, это вот то, что Амольде называлось особенности типа АК. Но только здесь вот число милого глупника, а nk плюс 1. Есть только такие, никаких у них нет. Опять здесь вот дата числа переменных зависит из существа. Ну, и, наконец, если q равна 3, то при небольшом числе переменных нет их вариантов простых особенностей. Если q, по крайней мере, 4, то уже при любом количестве переменных, начиная с двух, вариантов простых особенностей также нет. Значит, здесь вот нарушается необходимое условие. Ну, вот, видно, что даже в этом результате есть некий пробел. Пробел возникает при q равном 3 и n, по крайней мере, 4. Значит, это вот та ситуация, когда необходимые условия у нас выполняются. Ну, беда в том, что необходимые условия не являются достаточными. У меня есть примеры, где оно выполнено, но, тем не менее, их вариантов простых особенностей не возникает по каким-то другим причинам. Значит, я думаю, что вот в этих случаях, которые здесь ничего не сказано, а их вариантов простых особенностей все же существуют. Но пока, значит, в явном виде их предъявителя как-то не конструктивно доказать, что они существуют. В данный момент не удается. Вот, значит, как я уже сказал, это пока такая начальная стадия работы. Значит, что было бы интересно попытаться сделать дальше? Ну, вот, например, научиться связывать эксперименты простых особенностей, может быть, с какими-то другими материями, скажем, опять-таки, с какими-то, может быть, клубными выделениями, подбуками, или еще какими-то вот аналогичными объектами. Пока, явно образом, такой связи найти не удалось. Не выиграешь? Ну, да. Значит, вот здесь некоторые ссылки. Ну, это две классические работы Эрнольда. Третья. Значит, вот третья – это работа до металлземануэля и линуса. О, нечетных простых особенностях. И вот две мои работы. Значит, одна из них должна в этом году появиться в моноциалетках. Это вот то, о чём я, собственно, почти не рассказывал. И другая, значит, работа недавно вышла. То, о чём я рассказал, несколько, только больше, в общем, созданных. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ